Добрый день, меня зовут Самов Евгений. Я являюсь главным инженером проекта, проектно-изыскательского института СЕВЗАПДОРПРОЕКТ. И сегодня своими коллегами, киевским Денисом и Петровой Леной, представим наш доклад. Немного слов о нашем институте. Нам 12 лет, занимаемся проектированием и полным комплексом инженерных изысканий, начиная от геологии, геодезии, экологии и заканчивая уже полным комплексом самих изысканий. И пару слов о нашем главном партнере, который помог нам реализовать этот проект. Группа компании Infars включает в себя инжиниринговый центр. Эта часть наша занимается модернизацией САПР, внедрением BIM-технологий, внедрением САПР и поставками ПО. Также в нашу группу компаний входит учебный центр. В учебном центре нашем представлено около 45 курсов по BIM. Это как базовые курсы, так и специализированные. Мы можем разработать их именно под вас. Курсы как в нашем учебном центре, так и выездные мы тоже устраиваем. Да, и к самому докладу. Изначально самим проектом занималось буквально 6-7 человек, которые по каждому направлению работало примерно по одному специалисту. На некоторых этапах подключался плюс один-два человека, но в целом по каждому направлению закрывал всегда один человек. Изначально доклад у нас назывался немножко по-другому. Некоторые аспекты и проблемы. Именно о аспектах и проблемах сегодня хотелось бы с вами поделиться, рассказать, с чем мы столкнулись и как мы их решали. Возможно, что в будущем вам это поможет. Немного об объекте. Это капитальный ремонт автомобильной дороги. Была передана в федеральное управление R243. Участок состоял из двух категорий. Второй и третий. На участке были все инженерные сети, водопроводы, сети связи, канализации, даже подпорные стены, шумозащитные экраны. В общем, полный комплекс. В принципе, что можно встретить при проектировании. Это было. Даже проход через населенные пункты. Судеславль и множество деревень. Первый этап – разработка ЦМР. В принципе, на этом этапе никаких вопросов, проблем у нас не было. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это инженерно-геологические изыскания. Изначально данные от геологов нам передаются в 2D-формате. То есть это продольный профиль, поперечные профили на искусственных сооружениях, точнее на трубах, где ручным способом наносится вся геология. Соответственно, это трудозатраты. И раз мы делаем информационную модель капитального автомобильной дороги, то и было принято решение разработки информационной модели геологии существующей автомобильной дороги. Почему именно существующей? Основной критерий, по которому строится продольный профиль при разработке капитального ремонта, это максимальное фрезерование и максимальное выравнивание. Тот коридор, в котором инженер должен остаться, чтобы делать только усиление дорожной одежды, не уходить на новую дорожную одежду. Соответственно, это экономия в средствах. Соответственно, задача у нас была поставлена, инженерная геологическая модель. И также еще небольшая подзадача была расчетный уровень грунтовых вод нанести. В принципе, с созданием моделей щебня, песка, суглинка, мы справились с стандартными инструментами. Это Сивил, инструментами Сивила и Композера. Основная проблема, мы столкнулись с ней при построении существующего асфальтобетона. Исходными данными, по которым строится этот асфальтобетон, это георадарные исследования и также выпилы, которые делаются ручным способом. То есть мы получаем мощность слоя по оси, по кромкам, по переходно-скоростным полосам. Дальше эти данные геологи формируют ведомость. И уже на основании этой ведомости, благодаря нашим партнерам, был разработан небольшой функционал, то есть доп, которого не включал в себя Сивил, с помощью которого, заводя ведомость в Сивил, он строил, строится массив точек, которые имеют отметку низа существующего асфальтобетона. И затем уже по этим точкам мы строили поверхность. Поверхность по существующему асфальтобетону, по низу. Поверхности по щебню, песку, остальным конструктивным слоям. Мы строили уже исходя из существующего геологического профиля, который передали нам геологи. Имея поверхности, мы уже смогли построить тела по щебню, по асфальтобетону, тела по песку, по суглинку и остальным конструктивным слоям. По итогу мы смогли получить единую геологическую модель, в которой также еще уровень грунтовых вод голубой линии показан. Он тоже был стандартными инструментами, нанесен с помощью композера. По итогу мы получили единую геологическую модель, с которой уже смог работать не только геологи, то есть мы могли обращаться не только к геологам, чтобы они нам строили поперечники, где нам нужны. Мы могли сами уже непосредственно залезать и брать любые поперечники и с ними работать. И плавно переходя к основному блоку дороги, хотелось бы немного напомнить, что такое новое дорожное строительство и капитальный ремонт, и в чем их главное отличие. Новое строительство – это новая дорожная одежда, простой пирог, относительно простой. Капитальный ремонт, кто с ним сталкивался, это срезки, это ровики, это уширение, это тоже новые конструкции дорожной одежды. Плюс в этом объекте у нас было две технических категории, то есть разные геометрические параметры. Именно с такими проблемами мы столкнулись, и Денис Киевский сейчас расскажет, как мы их решили, какими методами. День добрый, меня зовут Киевский Денис, я являюсь непосредственным исполнителем дорожной части этого проекта. И основной проблемой, так, немножко принесло, и веду теорию, что вас не запутать и саму не запутаться, потому что немножко одинаковые термины, назову то, что мы простраиваем с АБСМ или композер, назову как узел, а объект, который уже непосредственно в Сивиле, состоящий будет на звук конструкции, он состоять будет как минимум из одного узла и более. Главной проблемой нашей была, что у нас обилие конструктива, обилие типовых поперечных сечений, из-за чего у нас возникало обилие, надо было создать обилие, большое количество типовых конструкций, узлов с АБСМ или композере, что приводит в свою очередь к рутинной работе в Сивил 3Д по заданию цели, потому что каждый узел имел у нас около 10 целей, а наша дорога имеет 26 километров, и основную дорогу мы разбили на 6 коридоров, которые состоял средний коридор из 200 областей. Вот здесь, на данном слайде, я представил своеобразное дерево конструкции, которое было проработано нами для этого объекта, причем я только цветом выделил одну ветвь, потому что остальные дублируются, будут очень широко дерево, что они не влезут, и давайте попробуем, что вот правую и левую часть с комбинером, что у нас выйдет, какое деление на области. И, во-первых, на данном этапе мы отсели, что не будем строить с общим перегром дорожной одежды, и откосы создавались отдельным коридором, но и то, выходило очень много уникальных конструкций. К концу шестого коридора у нас вышло, итого, 340 уникальных конструкций. Это легко посчитать, если у нас 6 коридоров по 200 областей, то конструкции-то не очень часто повторяются, и это все надо было задавать вручную цели. Ой, как страшно посмотреть, вспомнить. Но это уже был итог выведен, проработки для наглядности, что ровики уширения, автобусная остановка, конструкции дорожной одежды уже видят снизу, как виден, где идет ремонт, ровик уширения, где есть прогалку по трубу, укладывается новая дорожная одежда. Возможным решением, но до этого мы дошли не сразу, было, может, создание конструкций из одного узла. Этим мы избегали лишнего отравления областей по конструктиву, то есть уменьшалось количество конструкций, не надо дублироваться, не будет, потому что в Сивиле есть очень хороший инструмент, это копирование параметров, но он не очень работает, когда разные названия конструкций. А у нас вот в наших 340 уникальных конструкций часто они отличались друг от друга, даже не узлом, который состоит, а из одним входным параметром. Из параметра отличалась. Это может быть толщина дорожной одежды, заложение откоса. И уже Сивил не позволял копировать. Но мы тут начали искать определенные костыли. И пришли к варианту, что возможно создание конструкций, состоящей из одного узла. То есть базовую линию мы использовали в коридоре как минимум дважды. Это левая и правая часть. Да, вот мелко нарисовано. Если правый вариант это одна конструкция, на одной конструкции один узел, а вот эта маленькая на одной конструкции два узла, количество областей увеличивается при данном варианте решения. Но используем костыли. По максимуму используем параметры копирования. Но для этого нужно было немножко преднастройку сделать. В свойствах коридора у областей поставить границы. Объясню, почему дальше похоже. Позже. А у шаблона название области на первое место поставить счетчик порядковый номер. Дальше мы стали работать не со стандартным окном свойства коридора задания цели, а пошли в области инструментов, выбрали именно базовую линию коридора. И нам выскальзывает вот такое данное окно. Оно немножко имеет расширенный функционал по сравнению со стандартными свойствами коридора. Здесь можно отсортировать по типу конструкции, что позволит мы будем видеть, где какая конструкция повторяется, и куда ее скопировать. У нас, конечно, как видите, не сильно повторяется. Но с откосами мы уже отдельно провели, и у нас этих конструкций было куда больше для возможностей копирования. Так, а начнем, как это работает. К чему мы пришли? В данном окне мы отсортировали конструкции. У исходной конструкции, у первой мы задали цели. Причем в окне модели она начинает отображаться, выделяться цветом, из-за чего сделали именно область границы, отобразили. Второе. Если у области заданы цели, она начинает в модели отображать, что именно цепляет за цель. Если у области не задано, пустое пространство. Мы видим при активации области, куда можно скопировать. И пошли копировать. Выбираем исходную область. Правой кнопкой копирования. Переместились к данной области. А вот теперь начинаем искать области, которые куда надо копировать. Здесь уже отсортировано. Видим пикетажное положение. Быстрого перехода к следующей области, куда мы копировать, не можем перейти. Приходится руками скролить и переходить. Можно раскопировать сразу в 2-3 области. Раскопировали. Минус в том, что здесь нельзя отсрочить пересоздание коридора. И после того, как мы раскопировали цели по областям, у нас вот этот список опять-таки скидывается на самый верхний уровень первой области, чтобы быстро перейти к следующей области. А у нас было 200 их. И мы где-то были уже в середине списка. И каждый раз руками не прокручивать. Мы выбирали исходную область. Первую область нажимали. И с которой нажимали номер. Сивер реагирует. И он переходит к той области, номер, которую мы ввели. Когда мы нашли это свойство, мы попробовали использовать другое задание. Уже зашли в свойства коридора, выбрали все цели, где список уже целей имеется сплошным списком. И стали использовать автокликеры. Своеобразные макро-рекорды, как есть в Excel, в автокаде, но он только записывает нажатие клавиш и щелчки, координаты экрана, не пространство модели, а именно экрана, куда вы щелкаете мышу. Для этого надо было в конструкции, чтобы каждый таргет-параметр начинался с уникального символа. Дальше переходили в данное окно все цели, сопоставление целей. Данную цель, которую мы хотим задать, мы прокручивали в самый низк экрана, диалогового окна, его расширили до максимума экрана, чтобы, когда будем переходить дальше в свойства, чтобы было все по максимуму. И алгоритм действий был у нас такой. Выбираем, делаем активную цель, задаем цель, переходим в диалоговое окно по слою, прощелкиваем слои, окей, окей, возвращаемся обратно в это окно и нажимаем на клавиатуре уникальный символ. И у нас цель, следующая цель с таким уникальным символом встает на это место. Заканчиваем запись цикла и запускаем автоклики, которые начинают повторять данную итерацию, сколько вы хотите. Можно в данном этапе даже ускорить, но главное, чтобы Сивил успевал эти действия прокликивать. То есть задали цели, а ту цель, он начинает прокликивать. 200 областей, можно попить чайку. Ну, задание цели не так страшно, как то, что мы не могли выдавить именно твердотельные тела. Во-первых, мы составили такой свой список нюансов, на которые стоит обратить внимание при построении именно конструкции в субассемблях композер. Во-первых, Сивил не любит отрезки нулевой длины. Он, если будет в шейпе присутствовать этот отрезок, на каком-то этапе не выйдет, 3D-солид. Из-за этого мы стали в decision добавлять небольшую приписочку именно по отношению координат Y, X или по дистанции, что именно допуск, что если две точки, по которым строится линк, они приходят в ноль, чтобы этого не было, чтобы был хоть минимальный длины отрезок. Так, так как мы использовали очень ветвистую конструкцию, вот на примере откосов, и, например, была еще такая же проблема с опуском бортового камня у пешеходных переходов. Там тоже очень была ветвистая конструкция у досыпки обочин и основания тротуара получалось. Очень ветвистая. И чтобы в этих местах всегда строился 3D-солид, было выведено небольшое такое правило. Мы всегда начинали простраивать шейп с самого максимального, где больше всего присутствует звеньев. То есть, если в определенном этапе в соседних поперечниках будут представлены ветви разного построения, имеющие разное количество точек, 3D-солид никак не построится. Из-за этого мы сделали небольшую такую хитрость, что нижняя точка, она всегда смещалась немножко наверх, а вот, например, наверное, лучше показать, более сумбурно я объясняю. Точка P6, она всегда являлась самым низом, в данном случае, откоса. А вот именно точка P7 на первом конструкции, она имелась точкой перелома, а в втором мы ее просто интерполировали. На третьем этапе мы уже интерполировали P8. То есть, она делась небольшим допуском. Столкнулись еще вот с такой ситуацией, когда опять-таки конструкция у нас ветвится, и вот на примере в правом нижнем углу видно вот такая кракозябра. Это ровик уширения. Но он строится неверно. Почему? Потому что в шейпе по-разному были перечислены в разном порядке линки, которые участвуют в этом шейпе, а линки всегда должны строиться в одном направлении, или по-часовой, или против-часовой, как вам удобнее. И никогда не будут вот таких случаев. Как бы столько конструкций. Все конструкции строились на базовой, на материнской, от которой мы отталкивались, прошли на обучение, новая дорожная одежда, и на основе нее все строились основные. Остальные конструкции. Местами методом конструкции выдирали, какие-то звенья вставляли в новую и так далее. Как проверить, актуальна ли она в Сивиле или нет? Мы приняли, что делали точку, кодировали датой. Она всегда в Сивиле отображалась, вот эта дата. У Грамили Сабитова когда-то в статье было написано, как обновить конструкцию. Это не замена ее стандартным свойствам, а именно зайти в свойства конструкции, в коды. Но чтобы ее обновить, надо иногда пощелкать, переходить между вкладками коды, код, вторая я не помню, не скажу как. И всегда вы можете увидеть, обновилась ли у вас конструкция или нет, потому что появится номер кода. Необъяснимо, но факт. Личное мнение, не всегда у меня строились 3D-солиды, и я ушел от некоторых построений. В пересечениях я никогда не использовал пересечения двух линий в intersection point. Не знаю почему, но где это использовалось, точнее не всегда, но у меня не простраивались 3D-солиды. Когда я заменял на пересечении линия точка уклон, solid строился. Также не всегда 3D-солиды простраивались, когда один и тот же линк использовался в нескольких шейпах. Не знаю почему, я этого не нашел, алгоритма объяснения. Конструкцию мы все-таки выдали. На всем протяжении она у нас выдвана в 3D-солиде. Это именно все 26 километров мы выдавили. Все у нас получилось. Но она получилась какая-то, немножко звучит, конечно, не очень, некрасивая. На данном этапе проектирования, на этапе проектной документации, нам не надо было оставлять барьерное средство ОДД. Это было мое личное мнение, немножко украсить все-таки. Заказчику надо красоту. А так как после обучения нам предлагали в Ревите поднять все ОДД, прошло уже 3 месяца, и оно выветрилось, мы стали пользоваться стандартным инструментом, которым мы пользуемся очень хорошо, на мой взгляд. для наглядности. Вот это все было сделано, средство ОДД сделано просто в автокаде. Сейчас поясню. Например, мы расставляли перильные ограждения, типа крест. Создали простой 3D-объект в автокаде, несложная конструкция, используя просто команду «разметить». Но для этого мы… У нас сначала было создано ОДД в 2D, является полилиния, где расставляется перильное ограждение. Перенесли в Сивил, превратили в характерную линию, подняли на поверхность, извиняюсь, дальше мы ее расчленили и перенесли в автокад. Но автокад немножко шустрее работает, чем Сивил. И по этой уже 3D-линии мы расставили… Так, цикл. По этой 3D-линии мы просто расставили перильное ограждение. Для наглядности. Много времени у нас это не заняло. Разметить базовая точка. Относительно базовой точки блока начинают вставляться, шаг задали, вуаля. Сейчас приблизим немножко для наглядности. Расставили перильное ограждение. Таким же способом мы расставляли и барьерное ограждение. Стойки метизы мы расставили таким же способом разметить, а вот создание 3D-линии волны мы использовали просто сдвиг. Но для этого опять-таки из автокада в Сивил перенесли полилинию, превратили в характерную, подняли на поверхность. Опять-таки относительно поверхности подняли на высоту барьерного ограждения. Начальные, концевые участки в характерной линии свели в ноль, по ГОСТу, чтобы было. И потом вдоль этой линии сдвинули сечение. Получилась волна. Как нам надо. Расстановку автопавильонов, дорожных знаков и пешеходных переходов мы используем простое переопределение. В 2D у нас есть 2D-блок. В чертеж, который мы копируем эти блоки, мы 3D-блок обозвали этим же именем. И все у нас получилось. Дальше эти блоки подняли просто на поверхность. Автобусная остановка тоже поднята была в автокаде, что инструментом мы пользуемся хорошо. Пешеходные переходы – это просто динамический блок был. Знаки дорожные, какие мы сделали, но мы не все сделали. Нет времени у нас было поднять все. Тоже было все сделано в автокаде. Простите за сумбур, но как могу, так и рассказываю. Помимо автомобильной дороги были также выполнены модели водопропускных труб. Водопропускные трубы выполнялись в Ревете. Трубы были представлены двух основных типов. Это металлические гофрированные и железобетонные. Были разработаны семейства. И, собственно, по результату мы могли получить документацию по этой трубе, то есть разрезы, узлы и также подсчитать спецификации по материалам. Также мы эти трубы использовали для размещения в сводной модели, как в InfraWorks, так и в NavisWorks. Если с NavisWorks нет никаких проблем, труба, сделанная в координатах, сядет в нужные координаты, то с InfraWorks есть некая загвоздка. При подгрузке этой самой трубы в InfraWorks необходимо задавать координаты этой самой трубы. Если они правильно указаны в Ревете, их нужно точно так же передать в InfraWorks и не забыть о том, что x и y в Ревете и в InfraWorks разные. Помимо водопропускных труб также были разработаны инженерные сети. Инженерные сети были представлены водоснабжением и канализацией наружной. Эти сети выполнялись на субподряде. Организация смежная, все за обдорпроекту. Этих специалистов мы также обучили. Они обошлись стандартными средствами Сивила, то есть никаких надстроек дополнительных не было, и стандартным каталогом трубопроводных сетей. Для оформления плана профиля им было этого достаточно, и они свой раздел выполнили. Можно увидеть, как они в нейвисе подгружены, и информацию, которая по ним выдавалась. Большой раздел, который выполнялся силами Севзабдор-проекта, это электрические сети, наружное освещение и сеть связи. Эти разделы выполнял один сотрудник. Протяженность этих самых сетей порядка 19 километров. Выполнял он все это примерно за 4 недели с отвлечением на другие проекты. Самое основное, самое долгое и самое сложное это создание правильного каталога этих самых трубопроводных сетей, потому как, если вы знаете, в Сивиле колодцы выполняют роль и опор в том числе. Эти самые опоры выполнялись в конструкторе элементов, не прибегали мы ни к ревиту, ни к чему, это все создано средствами Сивила и конструктора элементов. Точно так же сначала, вот, например, это были электрические сети. У сетей связи был вот какой интересный момент. На углах поворота этой самой сети связи проектировщики проставляют сигнальные столбики с табличкой. Мы подумали, что было бы неплохо сделать такое семейство в конструкторе элементов и как колодец проставлять его в этих самых точках поворота. Точно так же было разработано семейство для быстрого создания этой самой сети. Сначала проставлялись колодцы для того, чтобы они садились на поверхность, на нужный уровень. После этого при необходимости сами кабели, сами, ну, в общем, они прочерчивались с помощью труп Сивиловских. Либо характерными линиями изначально, либо, если нужны какие-то провесы, то это будут трассы и профили по ним. Наружное освещение. По наружному освещению, кстати, были разработаны пользовательские семейства опор вот этих вот с однорожковыми, двухрожковыми кронштейнами под, ну, обычными классическими, под 90 и под 180 градусов. С обычным и выносным фундаментом. Это вот с обычным, это с выносным. Наработав единожды, ну, такой вот стандартный каталог для себя, да, типовых опор, дальше процесс пойдет быстрее и тратить время на их создание уже не придется. Поэтому в этом есть свои удобства. Итоги, может, какие? Нет, все. Спасибо большое за доклад. Доклад, он технический, очень подробный. Денис, вы так вздыхали. Вы прямо дополнили очень эту техническую, очень подробную штуку. Я признаюсь, я сама даже где-то там на середине начала терять нить. Но это очень здорово. Я просто хотела сказать, что это действительно очень хороший уровень проработка проекта. И если у вас есть вопросы, то ребят нужно просто не отпускать и все у них спросить. Вот эти все вещи подробно попросить, показать, я думаю, вы не откажете. Но в любом случае, спасибо вам за это классное, классное и очень техническое выступление. У меня вопрос, у нас нет времени, чтобы вопросы из зала позадавать. Я думаю, что это все в перерыве можно будет сделать. У меня такой вопрос родился, когда я вас слушаю. Расскажите, как роли распределялись в команде? Буквально в паре слов, если можно. Может быть, Лена или... Ну, роли. В принципе, у нас есть роль, да, бим-менеджер, бим-куратор, бим-мастер. Ну, у нас в институте немного другие термонологии, но по итогу у нас Денис был бим-мастером и бим-куратором. Это значит тот, кто отвечает за наработку контента. Да. Он и сидел, и делал. То есть, в принципе, мастер был у нас был. Да, мастер на все руки. Бим-мастер на все руки. Да. То есть, моя роль была, примерно, бим-менеджера, куратора ГИПа. То есть, я в целом вел объект, техническая часть и какие-то технические моменты старался решать. Группа компании Infars у нас провела обучение. То есть, у нас было полно... Ну, насколько это возможно, внедрение бим на нашем итоге. То есть, мы выиграли пилотный проект. И, соответственно, было необходимо было моделирование информационное, научиться. Остальные роли, в принципе, у нас было по каждому направлению. Да, был свой бим-мастер. То есть, 7, примерно, 7 специалистов, каждый закрывал свой блок. Примерно так. Плюс-минус один человек на каком-то этапе подключался. Отлично. Это тоже просто интересно очень про такой опыт узнать тоже. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok